ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я живу в самой большой и прекрасной стране на Земле, в России. Родилась и выросла на берегу одной из самых великих рек на планете – на Волге, в чудесном городе Саратове. С детства люблю ходить на набережную, любоваться с закатами, мечтать под луной. Памятник Гагарину – самое любимое место прогулок моего младшего братика. Ему там нравится играть. А в этой школе я учусь с первого класса. Ой, извините, забыла представиться. Ученица четвертого класса Вика. А это – мои одноклассники, без которых я не могу представить свою жизнь. Он родился в 1934 году, 9 марта, и умер в 1968 году, 29 марта. Прожил он всего 34 года. Он родился в Саратове и приземлился там же. Первый космонавт Юрий Гагарин полетел в космос в 1961 году, 12 апреля. Нурик Гагарин родился в Саратове. Он жил в Саратове. Он полетел в космос, был первым космонавтом, приземлился в Энгельсе. Оказывается, кроме того, что он первый космонавт, никто ничего о нем толком сказать не мог. Где именно он родился? Как он жил в Саратове, как он учился, как он добился того, что полетел в космос. Я! Меня и Степу пригласили посетить все места, связанные с Гагариным. И даже пообщаться с его другом, чтобы мы могли вживую узнать о жизни первого космонавта. Поехали! У Гагарина появилась тяга к авиации. Это еще когда он жил в Смоленской области, тогда в селе Клушино. У них тоже самое приземлился самолет неисправный. И вот они подошли, все прибежали ребята, окружили. Ему очень понравилось, и он тоже решил свою судьбу, если будет возможно, связать с авиацией. С Гагарином я почему-то сразу нашел общий язык, потому что он мечтал летать, я тоже мечтал летать. И вот эта вот мечта о полетах нас сплотила. После этого мы начали дружить, мы начали гулять по проспекту Кирова в Липке. Ходили мы на танцы в 1953 году в дом учителя. В 1954 году приходит мой дружок и говорит, а ты знаешь, что идет набор в Саратовском аэроклубе? Я говорю, нет, не знаю, идем быстрее поступать. Я говорю, пойдем. И Юра говорит, да, все-таки танк хорошо, но самолет лучше. Какой там обзор? Да никакого обзора. А у нас что? Взлетаешь, просторы, вселенная наша в техникум. Ему дали тему Циолковского о космосе. Вот тут у него появилась болезнь стать космонавтом. То, что сейчас может молодежь к этой профессии не потянуться, ну это неправильно. Нас спросили, кем мы хотим стать. Я хочу стать танцовщицей, потому что я этим занимаюсь практически 10 лет. Я хочу стать преподавателем по части музыки или звукорежиссером. В будущем я хочу стать инженером. Я хочу быть психологом. Хочу стать художником. Вот сейчас возьмите специально для этого открыли кастинг. Специально, значит, дети идут, и при том такое громадное количество, которые хотят летать. Именно в космос. Да, я хотел бы полететь в космос. Это моя мечта. Я хотел бы полететь в космос. Ради полета в космос я хотела бы прыгнуть с порошком. Ведь когда Гагарин летал, он же говорил, какие просторы вижу я. Это бесценная наша матушка-земля. Очень ценно, конечно, что Гагарин приземлился в нашей области. Дальше Титов тоже в нашей области. Вы знаете, когда Гагарин приземлился, то он сразу сказал, Саратов, я считаю, второй своей родиной. Он в Саратове научился летать в дубках. И в Саратове он приземлился. Поэтому он считал второй своей родиной. Мы посетили тот самый Гагаринский техникум. Гагаринский колледж, он все-таки один из самых престижных в Саратове. Всегда было известно, что из него выходят самые лучшие специалисты. Поступил, потому что оно является самым известным в Саратове. И поступил на это отделение, потому что нравится специальность самая, как бы геройская, помогать людям, спасать их. Я вот очень хотела сюда поступить, и я этого добилась. Как вы считаете, зачем молодежи надо знать больше о Юрии Гагарине? Гагарин был, я бы сказал, идеальным парнем. Он был грамотный, умный, дисциплинированный. Всегда Гагарин приходил на помощь. Если где-то что-то у кого-то не по лапке, он всегда приходил и помогал своим товарищам. Прекрасно обладал голосом и был, можно сказать, почти запевал. Был такой момент, мы шли после полетов, усталые, все, значит, со старта. И старшина, это Гударев был, дает команду «запивай», а запевала молчит. И он повторно говорит «запивай», и опять молчит запевала. И тогда над всем строем раздается звонкий голос Гагарина, там, где пехота не пройдет. Меня переполнила космическая гордость за мою родину. Ведь именно на Саратовской земле впервые поднялся в небо Юрий Гагарин. Мы даже встали на самолет, на котором, возможно, летал он. Что хочу я вам рассказать о Гагарине? Конечно, я думаю, что вы знаете о нем, что это первый космонавт. Но учился, я встал на крыло, так сказать, обрел крылья. Он в нашем Саратовском аэроклубе. Приехал Гагарин в Саратов в 1951 году учиться в индустриально-педагогическом техникуме. Но дорога от техникума до общежития шла, как раз проходила мимо аэроклуба. И Гагарин заходил туда и смотрел на этих ребят, которые там учились. И сам мечтал о небе. И в 1954 году он все-таки решил поступить в наш аэроклуб. В техникум он поступил совсем молодым парнишкой, 17 лет. Но хочу сказать, рост у него, чтобы меня самую заинтересовало очень, рост у него был всего 162 сантиметра. А он и в техникуме был капитаном баскетбольной команды. И потом здесь у нас в аэроклубе также возглавил баскетбольную команду. Это человек, конечно, чем больше я сама узнаю о нем, меня, ну как сказать, удивляет и своей целеустремленностью. И это вообще человек-примет для всех нас. Не только для вас, и для нас тоже. 17 октября 1954 года по приказу номер 82 Гагарин был начислен в Саратовский аэроклуб. Получился он всего два месяца. И потом, так как он совмещал учебу и в техникуме, и в аэроклубе, ему пришлось поехать на преддипломную практику в Москву и в Ленинград. И получается, что он на три с лишним месяца покинул город Саратов. И он взял с собой всю ту литературу, которую нужно было проходить здесь. И хочу сказать, когда он 24 марта, уже 1955 года, приехал сюда, он узнал о том, что он исключен за непосещаемость из Саратовского аэроклуба. И он, как сказать, начинает обивать пороги начальства, чтобы его восстановили. И инструктор потом, в дальнейшем, который станет инструктором его звена по полетам, Сафронов ему говорит, принеси свою зачетную книжку. Он приносит книжку, а там одни пятерки. И вот сам Сафронов пошел к начальнику аэроклуба и говорит, давай восстановим парня. Парень такой хороший. И его восстанавливают. И получается, что, ну еще тут занятия продолжились, и 23 мая 1955 года Гагарин совершил здесь свой первый полет. Он еще ознакомительный. И он же закончился парашютный прыжком. Он, как сам Гагарин об этом говорит, как он боялся выйти, надо было выйти на крыло. Он зацепился за кабину, так сказать, за вход в самолет. И потом только летчик ему говорит, Юра, смирее, на тебя девчонки внизу смотрят. И он оторвался от самолета и полетел вниз. Мы обязательно приедем, нам очень понравилось. Вы находитесь в парашютном классе. Соответственно, здесь происходит укладка парашютов и тренировки парашютистов. По действиям в особых случаях, по действиям тем или иным в воздухе. Ждем в нашем аэроклубе, в том самом месте, где наша планета обрела крылья. От винта! Поехали! Сделать прыжок с парашютом очень страшно. Но я, как и Гагарин, преодолею себя и тоже прыгну, как вырос. Первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик Летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Они все могут. Они даже этого еще не знают. Они даже не знают, что они герои сегодняшнего дня. Они много еще ничего не знают. Но мы должны им помочь найти в себе такие ключики, выключатели, которые вот так вот чик, вот, все, я героиня, чик, я герой во всех наших жизненных делах. И чтобы имя Юрия Алексеевича Гагарина у них ассоциировалось не просто с первопроходцем космоса, первого человека на Земле, но чтобы у них это чувство вызывало чувство величайшей гордости, вот, величайшего, знаете, как молодежь говорит, величайшего кайфа за свою страну, за свою державу, за своих родителей, за своих братьев, за своих стариков. Он должен это захотеть, понимаешь, по-настоящему, и поверить в это, что ты можешь этим стать. Если поверишь по-настоящему, обязательно станешь. Я же тебе говорю, ты даже не подозреваешь, какие силы в тебе есть, ты даже не знаешь, какие силы в тебе есть. Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания. Как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далекий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи. Я не знаю, по каким рельсам пройдет моя жизнь, но то, в чем я сейчас уверена, что я хочу ее прожить так же честно и самоотверженно, как Юрий Гагарин, сделавший вселенную нашей. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ